Пилотный проект для атомной отрасли – стратегический объект для всей страны. Всё это о будущем многоцелевом исследовательском реакторе на быстрых нейтронах МБИР. Большая стройка продолжается в городе Атомщика в Димитровграде. На площадке установили корпус реактора. Он представляет собой изделие весом 83 тонны, длиной 12 метров и диаметром 4 метра. Оборудование изготовили в Ростовской области, а в Димитровград доставили с опережением графика на 16 месяцев. Так как мы опережаем на год практически те планы, которые были составлены, и опережаем благодаря тому, что мы применяем современнейшие методы организации работ, строительство, технологии новые внедряемые. И самое главное, мы находим большую поддержку со стороны губернатора лично, председателя правительства, которые здесь бывают практически ежемесячно. Всё это создаёт хорошую атмосферу доверия. Не за горами и энергопуск. Досрочный монтаж корпуса реактора в проектное положение позволяет начать важные монтажные работы в конструктивных частях реактора. Строительные работы планируется завершить в 2026 году, на год раньше запланированного срока. А пуск МБИР запланирован на 2027. Для ядерщиков всего мира объединять усилия в области безопасности. Этот реактор даст нам новые условия для изучения этих процессов, различного рода физических явлений. Для страны и мира новый реактор станет возможностью расширить изучение технологий двухкомпонентной ядерной энергетики, а также ускорить создание безопасных ядерных энергетических установок четвёртого поколения. Учёные смогут проводить исследования фундаментального и прикладного характера в ближайшие 50 лет. Параллельно с МБИР в городе идёт подготовка к строительству квартала для учёных и инженеров. Первые дома будут готовы уже к концу года. Совместная работа над развитием инфраструктуры идёт в рамках соглашения правительства и госкорпорации «Росатом». Если взять 2022 год, то в развитие социальной инфраструктуры было вложено полтора миллиарда рублей. На этот год мы планируем около двух миллиардов рублей. Причём 800 миллионов из них будут вложены в рамках заключенного нами соглашения. Куда вкладываются деньги? В первую очередь это благоустройство, ремонт, строительство новых дорог. Это благоустройство дорогих территорий, создание новых общественных пространств, парков, зон отдыха. В настоящий момент на строительной площадке трудится порядка 1400 строителей, включая инженерно-технический персонал, а также более 80 единиц строительной техники.